МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая занимательная для нас поверхность на Земле – это человеческое лицо. Говорил кто-то из великих и был, безусловно, прав. Ведь если присмотреться, а потом еще и задуматься, то, конечно, по лицу можно определить характер человека, его темперамент и частично состояние здоровья. Здравствуйте, дорогие друзья! Темой нашего сегодняшнего разговора будет проблема, которая отражается непосредственно на лице. Это неврит лицевого нерва. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Великая Фаина Раневская, когда ее уже в достаточно преклонном возрасте спрашивали о самочувствии, говорила, для меня сейчас здоровье, если каждое утро болит уже в новом месте. Действительно, как ни печально это звучит, но с возрастом болезни становится больше, и вопросы о здоровье множатся пропорционально проблемам. Что в рамках этой темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. Я бы хотела спросить у медиков, как они относятся к фитотерапии. Насколько важно обследование до планируемой беременности? Хотелось бы, конечно, консультацию получить от уха горло носа по поводу перелетов. Когда перелеты на самолетах, давление на уши, и потом проблемы после полета. И вот хотелось бы вот это уточнить, как сами можно справиться с этой, например, ушной болью. Сладкие газированные напитки. Портят ли они эмаль? Но сейчас самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Итак, знакомьтесь. Александр Анатольевич Лобковский, врач-невролог, заведующий отделением неврологии Гомельской городской клинической больницы номер 2. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Ну, прежде чем приступить к разговору, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, чтобы наши телезрители представляли, как внешне выглядит проблема, о которой мы сегодня будем разговаривать. Внешние проявления неврита выражаются в четко выраженной асимметрии лица, при которой со стороны поражения нерва наблюдается сглаживание складок кожи лба или же их отсутствие. Кроме того, изменением подвергается форма одного глаза, он становится визуально значительно шире второго. Сглаживание происходит и с носогубной складкой, оттопыривается нижняя губа. Закрывание глаз характеризуется неполным смыканием век, и поэтому создается впечатление, что человек подглядывает, прищурив один глаз. Этот симптом в простонародье называют «зайчий глаз», так что в целом картина получается весьма впечатляющая. То есть, грубо говоря, если ориентироваться на наш сюжет, то, в принципе, неврит лицевого нерва – это та проблема, которая на лицо, точнее, на лице. Так ли это? Конечно. Основные признаки поражения лицевого нерва видны на лице даже, в принципе, не медику. Обычно обращают внимание это, когда кто-то смотрится в зеркало, или, конечно же, окружающие люди говорят, что что-то не так с лицом. Обычно это асимметрия какая-то лица, будь то верхняя, либо нижняя половина части. Обычно это односторонняя патология, то есть поражается какая-то либо правая, либо левая часть лица. Двухстороннее поражение лицо-нерва обычно бывает где-то около 2% случаев. Основные клинические признаки поражения – это сглаживание складок на лбу, расширяется глазная щель, сглаживается носогубная складка, опускается угол рта. Это в зависимости от степени тяжести поражения выражено по-разному. Иногда, может быть, только во время эмоций человека выявлятся такие поражения, а когда человек в покое и ничего не делает, то это даже, в принципе, не видно. Ну или, в принципе, наверное, во время разговора тоже это можно заметить. Конечно, конечно, совершенно верно. Александр Анатольевич, ну давайте расскажем нашим телезрителям о том, что же такое за проблема – неврит лицевого нерва. Ну, неврит лицевого нерва – это одна из пар черепных нервов, конкретно седьмая, которая проходит в узком канале, называется фаллопиев каналов в черепе, и именно там чаще всего он и поражается. В 75% случаев это идиопатическая невропатия лицевого нерва, то есть из невыясненных причин. Вот, в данном случае это чаще всего поражается именно за счет переохлаждения, вот, ну, на фоне какой-то инфекции, либо вирусной, либо бактериальной. Ну, а как часто в практике врача-невролога встречается невропатия лицевого нерва? Ну, в среднем 20-25 случаев на 100 тысяч населения, где-то больше, где-то меньше. Например, в Японии это 30 человек, в Европе 20 человек. Ну, в среднем так вот. Видимо, это связано с тем, что в Японии дуют сильные ветра, и люди простывают. Может быть, да, и они не защищены. Александр Анатольевич, ну, давайте расскажем нашим телезрителям о причинах и о факторах риска неврита лицевого нерва. Как я уже сказал, 75% причин патологии лицевого нерва остается невыясненным, и, так сказать, называется как идиопатическая невропатия лицевого нерва, которая может возникать на фоне переохлаждения, например, на фоне открытой форточки поспал, или под конденционером посидел, или поездил на машине с открытым окном. Очень частая патология. Значит, следующая причина – это патология ушей. Ушей, отиты, гнойные, чаще всего мезотимпониты, мастеидиты. К сожалению, они как сами могут вызывать сопутствующую патологию лицевого нерва, так и, так сказать, хитрогенные причины. То есть при оперативных вмешательствах при данных патологиях может повреждаться лицевой нерв, и при этом, конечно же, как и при следующей патологии, как черепно-мозговой травмы, да, при таких ситуациях прогноз, он менее благоприятный. Восстановление данного нерва происходит намного длительнее и зачастую неполное. Из причин нужно еще отметить – это, конечно же, вирус простого герпеса, при этом тогда сочетается с высыпанием. К тому же патология лицевого нерва входит в такую структуру заболеваний, как рассеянный склероз, лаймборолиоз, дифтерия, сифилис. Вот такие вот заболевания, к сожалению, тоже могут вызывать такую патологию. Ну и не будем задавать, что острое появление клиники поражения лицевого нерва может быть вызвано острым нарушением мозгового кровообращения, который в данном случае в патологии лицевого нерва входит в структуру альтернирующего синдрома, когда поражение лицевого нерва на одной стороне сочетается с поражением руки-ноги на другой стороне. В данном случае это может быть порез, либо это может быть нарушение чувствительности, либо еще какие-то проявления. Александр Анатольевич, ну а вот при возникновении симптомов, о которых мы говорили, как быстро нужно обращаться к врачу? И вообще, насколько опасно затягивание? Ну, хочу сказать, что как только заподозили данную патологию, нужно сразу же идти к врачу. К кому? К какому специалисту? Конечно, к врачу-неврологу. Но это не значит, что другие врачи-специалисты не должны знать об этой патологии, и, так сказать, потому что эти же врачи-специалисты должны перенаправить этого больного к врачу-неврологу. В данном случае еще, почему нельзя затягивать? Потому что, как я уже и говорил, это, конечно, может быть и диапатическая патология, да, лицевого нерва. Но нельзя забивать и, опять же, инсультах. А это тоже, это уже жизненно угрожающая ситуация, которая постепенно может нарасти. Что касается затягивания процессов, то, конечно, чем дольше человек ждет, как у нас обычно на роге, само пройдет, да, вот так оно само и не проходит. Вот течение вот этого он ждет, 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 пока все равно, в конце концов, он идет в врачу. Но уже потом период прогноза восстановления уже будет более низкий, чем тогда, если бы он обратился в самые первые дни. По статистике было выявлено, что человек, который три недели не лечился, прогноз практически не был приятный. Ну, то есть анатомический, условно говоря, дефект на лице так и остается. Да, ну, может быть, незащитительный, может быть улучшением, но это, опять же, полностью нет. Александр Анатольевич, ну, давайте поговорим немного о диагностике неврита лицевого нерва. Ну, основной этап диагностики мы знаем, то есть это, естественно, сбор жалоб, анамнеза и осмотр. Клинически это основной этап диагностики, то есть человек, то есть врач-невролог, он сначала визуально видит изменения, и потом говорит больному, например, нахмурить брови, наморщить лоб, зажмурить глаза, надуть щеки, подуть на свечу. Все это человек делает, пациент, и врач оценивает, как он делает это справа, слева, то есть как мумическая мускулатура работает на лице. Забыл сказать, что в структуру поражения лицевого нерва входит не только паралич мумической мускулатуры, но зачастую страдает слух, может быть усиление слуха, как гиперакузия, может быть сухость глаза, и может быть нарушение вкуса на передней трети языка. Это все в зависимости от того, где поражается нерв в костном канале. Дело в том, что от него отходят разные веточки на разном уровне, и в зависимости от того, где поражение, там и получается клиника. Поэтому зачастую, если у пациента спрашивают, слеза течет, то это важный очень вопрос, и влияет тоже на прогноз восстановления. Следующим этапом диагностики, это если является, конечно, за исключением всех других заболеваний, которые могут привести к патологии лицевого нерва. Это может МРТ, как исключение опухоли, или КТ, как исключение какого-то острого нарушения мозгового кровообращения. И, конечно же, основной метод диагностики непосредственно нерва, как нервной структуры, это, конечно, электронеромеография. Достаточно у нас дефицитный метод, должен сказать, но он должен быть, потому что именно по нём мы можем определить выраженность поражения и прогноз. По стандартам, миография делается на 4, 10, 12 день и через 2 месяца. Было выявлено, что если, то есть сравнивается здоровая и больная сторона, если на больной стороне где-то 30 и более процентов от здоровой поражения, прогноз был приятный. Если 10-30, прогноз будет был приятный, но восстановление будет более дольше. А если ниже 10, то прогноз, конечно, снижается в разы. А что можно предложить в качестве средств лечения при данном заболевании? Ну, начинаем с АЗОВ. Это, конечно, и теологическое лечение. Чаще всего мы подозреваем какую-то инфекцию, будь то бактериальную, либо вирусную. Соответственно, мы назначаем противовирусную и антибактериальные препараты. Важное звено в лечении данной патологии лежит, конечно, противовоспалительное и противотечное лечение. Это же, конечно же, гормоны. Очень важно назначать гормоны. Обычно это назначается преднизолом, 1 мг на 1 кг веса тела. И коротким курсом с быстрой отменой. Значит, опять же, очень важно, это сосудистые препараты. Будь то, кстати, ноуникотенат, либо пентоксифилин, то есть улучшающие кровоснабжение. Через какой-то период назначаются препараты витаминов группы В, В1, В6, В12. Не сразу, но в последующем, в основном через 10-12 дней, назначаются препараты, улучшающие ненамышечную проводимость. Это в основном эпидокрин. Ну и, конечно же, нельзя забывать о физиотерапии. Это ОВЧ, соликсный, мосцевидный отросток, ультразвук гидрокортизоном, ну и другие методы. Ну и я так понимаю, что лечение данного расстройства все-таки, наверное, в стационаре. Да, хочу вам заметить, что если есть такая патология, лечение невропатии лицевого нерва должно проводиться в условиях неврологического стационара. Александр Анатольевич, ну а какова роль реабилитации в лечении невропатии лицевого нерва? Реабилитационные мероприятия очень важны в структуре любых, я должен сказать, неврологических заболеваний, не являются исключением и патологии лицевого нерва. Причем они должны назначаться как можно раньше. Это все влияет на прогноз восстановления. Лечение должно всегда сопровождаться с реабилитацией. Это очень важно. Ну, давайте тогда расскажем о конкретных методах реабилитации, которые используются при неврителе. Ну, основной метод реабилитации, который должен начинаться практически с первого дня, это, конечно же, лечебная физкультура мимической мускулатуры. То есть больному рассказываются, какие упражнения он должен делать перед зеркалом, обязательно перед зеркалом он должен наблюдать. Он должен наблюдать, что он делает, и он должен наблюдать обязательно результат своих действий. Обычно 2-3 раза в день определенные упражнения, ну, вот, занимается с ним инструктор обычно, и это как один из важнейших этапов реабилитации. Затем через неделю присоединяется тоже один из важнейших этапов, это иглорефлексотерапия. Вот. Значит, может назначаться массаж, Но, опять же, не сразу. Сначала здоровой стороны, потом больной. Ну и, конечно же, лекарственные методы реабилитации – это те же препараты, улучшающие кровоснабжение, препараты группы витаминов В и, конечно же, улучшающая нервно-мышечную проводимость. К тому же, очень часто многие врачи забывают, что можно лечить и положением. Допустим, спать нужно на больном боку. Или, допустим, когда человек сидит, он должен опираться на больную сторону тыльной стороной кисти, облокотившись на локоть. Это тоже очень важно. Также есть еще, так сказать, поддержание мимической мускулатуры с помощью пластыря специального. Но, опять же, это все не постоянно, 2-3 раза в день на определенное количество времени. К сожалению, не везде используется, но это тоже как один из методов реабилитации данной патологии. Александр Анатольевич, говоря о причинах невреда лицевого нерва, наверное, стоит упомянуть и ядрогенные причины. Да, ядрогенные причины, к сожалению, существуют. И это чаще всего при оперативных вмешательствах на ушах. И, допустим, при гнойном мастеидите, когда оперативное вмешательство на социевидном отростке, все это как бы может повредить ствол лицевого нерва. К тому же, при данной ситуации восстановление будет более длительное и, вероятнее всего, что неполное. Наша встреча подходит к концу. И самое время вернуться к вопросам, которые прозвучали от жителей нашего города в начале программы. Тем более, что ответы на них мы уже получили. Я бы хотела спросить у медиков, как они относятся к фитотерапии. Несмотря на то, что растения, на первый взгляд, абсолютно безвредны, к фитотерапии, как и к любому приему лекарственных средств, следует относиться очень серьезно. Нельзя назначать травы самостоятельно себе. Выяснить, какие наиболее эффективны, в каких дозах и какие именно травы следует принимать, вы можете, обратившись к специалисту, фитотерапевту. Насколько важно обследование до планируемой беременности? Для каждой женщины на определенном этапе рождение здорового ребенка является самой главной задачей. Поэтому получить какие-то советы и консультации для нее важно от специалистов, которые могут их ей дать. Это в первую очередь, конечно, и кинеколог. Но здесь имеет значение и врач-дерматолинеролог. Зачастую его консультации являются очень важными. И если выбирать, кому сначала обратиться, к гинекологу или к дерматологу, я бы отдала предпочтение дерматовенерологу. Хотелось бы, конечно, консультацию получить от уха-горлоноса по поводу перелетов. Когда перелеты на самолетах, давление на уши и потом проблемы после полета. И вот хотелось бы уточнить, как сами можно справиться с этой, например, ушной болью. При взлете человек может в какой-то степени предотвратить субъективное ощущение заложенности ушей, которое связано с тем, что при резком изменении давления происходит ощущение заложенности ушной раковины. Это связано с тем, что слуховая труба, которая связывает между собой барабанную полость с носовой частью глотки, она в какой-то степени слипается. Давление в барабанной полости увеличивается, барабанная перепонка выпячивается в сторону наружного слухового прохода. Поэтому обычные проглатывания слюны будут способствовать движению слуховой трубы, и это будет приводить к снижению ощущения заложенности ушей. Сладкие газированные напитки портят ли они эмаль? Безусловно, да. Сладкие газированные напитки содержат огромное количество сахара, который является отличной питательной средой для микроорганизмов. Они быстро размножаются, выделяя молочную кислоту и разрушающую эмаль зубов. К тому же газировка содержит лимонную кислоту, которая оказывает прямое размягчающее действие на эмали. И еще газированные напитки окисляют паш внутренней среды, тем самым способствуя повышенному расходу кальция. Александр Анатольевич, ну и давайте в конце нашей программы дадим нашим телезрителям несколько простых рекомендаций о том, как избежать неврита лицевого нерва. Ну, все это исходит из основных причин возникновения данной патологии. Конечно же, чаще всего, раз это все происходит на фоне переохлаждения, конечно, стараться избегать этого. То есть, закрывать форточки, не сидеть под кондиционером, ездить машиной с закрытым окном. То есть, избегать вот этих вот ситуаций, когда может, так сказать, надуть данную патологию. Дальше, это, конечно же, по возможности вести здоровый образ жизни, следить за давлением, за глюкозой крови. И, конечно же, при возникновении первых признаков сразу же идти к врачу. Не затягивать ни в коем случае. Это основная моя рекомендация при данной патологии. Ну что же, спасибо вам за увлекательный рассказ. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали с Александром Анатольевичем Лобковским, врачом-неврологом, заведующим отделением неврологии Гомельской городской клинической больницы номер 2, о неврите лицевого нерва. Ну что же, берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова